Хроники путешествий В североафриканскую страну Итак, часть не знаю уж какая по счету Про страну под названием Марокко Прошу Да, мы сегодня поговорим о марокканском городе Как написано в Википедии Далеко на севере Северной Африки Находится город Шавшоуэн Шефшоуэн Я до сих пор не могу выговорить его Поэтому он мне и понравился На самом деле Город находится Не очень далеко от Средиземного моря Действительно на севере Марокко В рифовых горах Горы рифа Это просто название С рифами ничего не связано Горы не очень высокие Они не такие высокие Как Антиатлас, как Атлас Это самые низкие горы Но они очень-то такие забавные И вот около самой большой горы Этих рифовых гор Сбоку притулился этот город Шавшоуэн Шефшоуэн В общем В простонародье Он как бы считается Голубым городом Потрясающей красоты В хорошем смысле голубой Он В самом настоящем Он Прямо по цвету Весь город голубой Вот Но Основан он 1471 году От Рождества От Рождества Христова Пока еще Да Между прочим Арабами Не бедуинами Местными жителями А именно арабами Которые Почему-то об этом Есть разница Да Как бы Ну там предыстория Сперва пришли арабы В Марокко Потом они Потом они попали В этот В Испанию Там Долго жили Строили всякие свои Потом Ну Как бы Там было целое государство А потом Значит Их Оттуда выбили И они попались Оказались уже Обратно В Марокко Вот И вместе с ними Оттуда ушли Евреи И Мавры И как их там Называли В общем И Построили крепость Около этой горы Построили крепость Но Вот Как раз Через 10 лет Туда Уже Сбежались Значит Мавры И И Евреи Которых Выгнали Из Испании Ну Там сложная история Нам очень трудно понять Мы только российскую знаем Мы даже не знаем Про рифовую войну 1900 924 года Ничего А она была Вот Причем Во время Этой войны Как раз И город Отбомбили И обстреляли Французские Самолеты Эскадрильи Которые Правда Потом Отозвали во Францию И Жестоко Наказали Вот А Значит Город До 1896 года Там Большинство Жило Евреев Вот И вот Сейчас там Живет От силы Шесть процентов То есть Что-то Происходили В эти времена Как В которых Куда-то люди Уехали Но Вот эта Традиция Разукрашивать Город В голубые Цвета Пошла От Вот Этих Первых Переселенцев Вот Так как Они были Из Лузиании Там Ну В общем Из Испании Поэтому Стиль Этого Города Немного Испанский Немного Марокканский Немного Арабский И поэтому Он Очень Интересный Своими Домами Город Находится На горе Все Время Надо Идти Вверх Вниз Судя по Фотографиям Как бы Стелется С горы Он С середины Горы Стелется Как бы Вниз А центральная Как бы Улица Дорога То есть Проходит Как раз Посередине Города И там Есть верхняя Нижняя Крепость Естественно Всего Верхняя Значит Часть города Там Есть Крепость Вот Она Довольно Таки Неплохо Сохранилась Значит В городе Можно Остановиться За 8 Евро И за 150 Очень Хорошая Еда Хорошие Кафешки Отлично Организован Туризм Туристов Очень Много Походить Есть Где Улочки То есть Вот Это Фотографии Которые Вы Видите Самые Худшие Которые Только Можно Было Сделать Отель Салам Написано Это Самые Худшие Фотографии Потому Что Там Настолько Красивые По Этому Городу Так Долго Там Очень Нелегко Ходить Потому Что Все Время Ты Или Спускаешься Или Поднимаешься Тем более Вы Еще В Экипировке Да Значит Там Есть Внизу Какая То Речка И Там Какая То Что Мельница В общем Достопримечательность Какой То есть Там Парк Рынок Есть Какая То Мечеть Вот На Видео Мы Видим Рыночная Площадь Естественно Вот Больше Похоже На Испанскую Площадь Если Вы Видите Не На Марокканскую Не Не На Восточную А Вот Как Будто Немножечко Там Была Все Время Испания Значит Французы Пришли Намного Позже И Поэтому До сих Пор Многие Жители Разговаривают Вот Вся Марокко Разговаривает На Французском А В этом Городе Люди Еще Знают Испанский Вот И Значит Что Если Вы приехали На Мотоцикле Это Самое Удобное Приехать На Центральную Площадь Заплатить Деньги Запарковку Чтобы Присмотрели И Походить По Городу Ну Если Надо Поселиться Если Вы Прилетели В Марокко И У вас Нету Мотоцикла Можно Взять Машину Прокат Но Лучше Всего Ехать На Автобусе Из Феса Это Часа Четыре Или Пять Это Очень Далеко По Горам Ехать Причем Эти Горы Больше На Холмы Похожи Из Самая Короткая А Вот Срабатываю Со Столицы Часов Шесть Но Это Того Стоит Это Один Из Немногих Городов Которые Нужно Посетить Обязательно Он Самый Труднодоступный Самый Интересный И Вот По нему Можно Гулять Дольше И В нем Можно Остановиться Намного Дольше Чем В остальных Городках Рынок Давай По Традиции 35 тысяч Человек Это По сути Это Деревня Что Есть Вкусного Съесть Что Из Вкусного Выпить Почем Что Стоит Сувениры Все То же Самое Вот Видите Мы Сейчас Проходим Там Как Раз Хлеб Самое Вкусное У них Хлеб Стоит Очень Дешево И Очень Вкусный Типа Лаваша Какого Да Типа Нашего Лаваша Вот Это Не Такой Хлеб Как На Бахрэне Это Тут Как Раз Толстенький Пухленький И Очень Вкусный Вот Так же Эти Танжирчики Где Запекаются Овощи С мясом Очень Долго В таком Конусном Блюде В общем Там Есть Фотографии И Видео Как Мы Заходим В Кафе Которое Ты Заходишь С Улицы Проходишь Его Насквозь Выходишь На Балкон Вид Горы И Обрыв После Этого Кафе Думаешь Офигеть А И Накормили Нас Чистой Европейской Испанской Едой То есть Там Там Это Нормально Ну а Местная Выпивка Легкие Наркотики Кальяны Мы Были Проездом Я Хотел Про него Рассказываю Но Мы Не Ночевали В этом Городе Пробыли Там Целый День И Поехали На Пароход Уже К ночи Причем Мы Думали Что Мы Очень Быстро Доберемся С Города Феса Но Нам Пришлось Изрядно Попетлять По Этим Бескрайним Рифовым Горам Есть У нас Минута Да Короче Блокпосты Страна Вся В блокпостах Значит От кого Обороняются Не знаю Не знаю Но там Реально С автоматами Да Стоят люди С автоматами Значит Сперва У тебя Появляется В каждой Деревне Появляется Значок Типа 70 Потом 40 Потом Там 30 20 10 5 И Они Стоят Значит На таких Треногах Вот И где-то Уже Посередине Этих Знаков Стоит Человек Это Называется Визуальный Контроль Он Тебе Смотрит Лицо То есть Он Разглядывает Твои Глаза Зрачки Я не знаю Что он Разглядывает Потом Еще Через Метров 10 Стоит Потом Еще И Потом Уже Когда В конце Этого Блок Поста Значит Стоит Уже Начальник С этими С ипалетами С автоматами Уже И там Уже Такая Групка Стоит Машинка Стоит С мигалочкой И они Такие Бодрые Стоят И когда Ты Первый раз Подъезжаешь Думаешь Ну Все Мы Попали Сейчас Начнется Ничего Не Начинается Мы Сперва Ехали Там 60 75 Потом Значит Уже После Вот этого Шавшоуэна Мы уже Ехали 90 Нас Ни разу Не остановили Они на нас Все время Смотрели И ничего Не делали Не увидели Агрессию В ваших глазах Да Но Маленький Нюанс Те люди Которые Ездят На машине На каждом Блок Посту Если Вы Снимите Вас будут Останавливать И Проверять Ничего Не сделают Не будут Помогать Деньги Но Тратится Очень Много Времени Потому Что Сидит Арабскими Номерами Белый Человек Прокатная Она Непрокатная Какая им Разница Белый В машине Местного Опасность Опасность Да Все И поэтому Вот на Мотике Вы можете Вообще То есть Если едет Большущий Мотик Значит Человек Из Европы Местные Ездят На мопедах У ни у кого Нет такого Мотоцикла Поэтому Значит Это точно Туристы А туристов Король Сказал Не трогать И их Не трогает Ну что Будем завершать Тогда Наверное Я надеюсь Что мы Вернемся Еще к этим Замечательным Небольшим Рассказам О разных Странах Может быть Еще и Про Северную Африку Кто знает Это был Алексей Марченко В рамках Программы Хроники Путешествий Здесь На волне Радиостанции Моторадио За что Ему Большое Спасибо И ждем Следующий Четверг Счастливо Всего доброго Счастливо 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 Счастливо